Музыка Я не хотел идти, не хотел заниматься Сегодня вы тренер Самый быстрый и веселый Три, четыре, пять, шесть, семь Сила стопы, раз Как часто ваши ученики из-за танцев пропускают школу? Достаточно часто Музыка Здравствуйте, в эфире программа Спортлиц Американский певец Джеймс Браун однажды сказал Любую проблему можно решить танцуя Так ли это? Узнаем у тренера по спортивно-бальным танцам Знакомьтесь, Алексей Ротарь, здравствуйте Алексей Ротарь, кандидат в мастера спорта Бронзовый призер чемпионата Украины по 10 танцам Победитель Дисней Кап Финалист турнира All England Многократный чемпион Крыма Алексей, расскажите, что мне можно показать Я танцами занималась год в четыре, наверное, последний раз Какие-то, может, базовые движения Да, конечно, есть в медленном вальсе базовые движения Первое базовое движение называется правый поворот Я думаю, что с него мы и начнем Давайте, показывайте Давайте, ручки опустим вниз Шагаем вперед с правой ножки С пяточки И шаг Повернулись на двух ножках И в сторону На носочке Спуск Дальше идем с левой ножки назад Смотрите С левой ножки назад И раз Поворачиваем коленки Шагаем в сторону Два Вниз С правой ноги вперед Все сначала И Раз Вправо поворачиваемся Два Вниз С левой ножки назад И Раз Два Три Быстрее я уже запуталась Голова назад И Раз Два Три Четыре Как танцы помогают вам В обычной жизни Ну, во-первых Это физическая форма Физическая подготовка Также это помогает Добиваться различных целей В жизни Так как спорт Это На самом деле Мы в спорте Учимся Быть закаленными С чего начались Ваши танцы? Мои танцы Начались с того Что Меня родители Отправили на первую тренировку Сначала я начал С акробатического Рок-н-ролла Но потом Я Перешел на Бально-спортивные танцы Помните Вашу первую тренировку Ощущения? Ощущения Первую тренировку Конечно Помню Я не хотел идти Не хотел заниматься Меня родители Заставили Но Спустя буквально Неделю Я втянулся И Начал уже Серьезно заниматься Что понравилось? Почему Втянулись? Понравился коллектив Понравился тренер То есть Тренер Был И Есть Очень хороший Специалист Плюс Друзья Появились Новые знакомства Физическая активность Все Что мне нравилось Есть Соревновательный Момент В танцах Я так понимаю Вы много где были Расскажите Какие соревнования Самые запоминающиеся Самые Запоминающиеся Соревнования Это Конечно же Чемпионат мира В Париже То есть Мы там были Несколько раз Также Национальный Чемпионат России То есть Это Два турнира Которые Мне Больше всего Импонируют И На которые Я хочу Постоянно Лизить Что там Вам нравится? Ну Во-первых Это Очень сильные Конкуренты Плюс Достаточно Квалифицированная Судейская Линейка То есть Это Лучшие Топовые Специалисты Мира Которые Нас Оценивают И это Объективная Оценка И Всегда Знаешь Действительно Какую строчку Ты занимаешь В мире Или в России Ты Голову Направляешь Влево Потом Вправо Делаем Первое Движение Называется Звено Наступаем На Мизинчик На Мизинчик Да Так И Поворачиваем Левую Ножку Да Поворачиваем Голову Направо Дальше Следующее движение Вес Вес тела В левой ноге Следующее движение Называется Закрытый променад Мы идем С правой ноги Шаг Вперед С левой ноги Шаг Вперед Дальше С правой ноги Шаг В сторону И приставка И все сначала Давайте еще раз Попробуем С правой ножки Назад И Раз Так И они туда Вот так Как-то Да На подушечку И Ближе к мизинцу Дальше Поворачиваем Левую коленку Да Поворот Дальше Идем с правой ножки Вперед С каблука И Каблук Каблук Дальше Вся стопа И Приставка Вся стопа Куик 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 Сегодня вы тренер Расскажите Как к этому пришли Всю жизнь Хотел тренировать Хотел Чтобы это была Моя профессия На самом деле Я мечтал об этом Уже с детства То есть И все К этому шло Что привлекает Почему Ну Во-первых Мне нравится Что моя работа Доставляет мне удовольствие Это Образ Жизни Ну и плюс Это работа И это очень классно Работа доставляет Только позитивные моменты С какого возраста Берете деток К тебе Мы берем деток С трех лет То есть У нас есть взрослые группы Маленькие группы Спортсмены То есть Любой возраст Возрастных ограничений Нет Потолка нет Да? 60 лет Придется 60 лет 90 лет Будем заниматься Отлично Есть такие? На самом деле У нас в клубе Таких ребят нет Но В Краснодарском крае Мы были на соревнованиях И там выступала пара Партнеру было 85 лет Ого И как выступил? Понравилось вам? Для 85 лет Очень даже неплохо Расскажите Как взаимодействовать И с родителями Очень часто Они бывают Либо требовательны Либо Какими-то вопросами Просьбами Обращаются к тренерам Как у вас происходит? С родителями Это отдельная работа Можно сказать Как работа психолога То есть На самом деле Есть очень амбициозные родители Которые нам нравятся Которые требовательны К своим детям Требовательны К тренерам Это очень хорошо Потому что в последнее время У родителей Все меньше амбиций Но когда появляются Такие родители И общими усилиями Мы взращиваем чемпиона Как часто ваши ученики Из-за танцев Пропускают в школу? Достаточно часто Как к этому относитесь? Отношусь, конечно Школу пропускать нельзя Но бывают моменты Когда это соревнования Это какие-то спортивные сборы Приходится Звонить учителям Отпрашивать детей Даже так? Бывает так, конечно 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Давайте сейчас Получим правый поворот Венского вальса Это третий танец Европейской программы Танцуется как медленный вальс Только в два раза быстрее Давайте попробуем Давайте Два раза быстрее Меня уже настораживает Ручки поставили Начинаем с левой ноги назад И Раз Два Три С правой ноги вперед И Раз Два Три С левой ноги назад Раз Два Три С правой ноги вперед Раз Два Давайте сейчас я музыку Венского вальса включу Давайте Сейчас я посчитаю под музыку И вы постараетесь успеть Давайте Так Потихоньку будем темп наращивать Левая рука здесь Смотрите, я считаю Раз, два, три 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 Еще быстрее Еще быстрее Работа стопы происходит через такую пружинку Алексей, расскажите Спортивно-бальные танцы в Крыму сегодня Какие они? Спортивно-бальные танцы всегда в Крыму были на достаточно высоком уровне То есть мы стараемся поддерживать этот уровень Мы развиваем бально-спортивные танцы Наши пары достаточно успешно выступают на международных соревнованиях Также на национальных чемпионатах То есть бально-спортивный танец в Крыму развит очень даже хорошо На высоком уровне Если сравнивать уровень российский, европейский Вот по шкале от 1 до 10 Крым где? По шкале от 1 до 10 Ну если брать российский уровень Это примерно то же самое, что мировой Потому что Россия занимает лидирующие строчки на мировой арене То я думаю, что мы до семерочки дотягиваем Но в наших планах, конечно, это десятка Поделитесь последними успехами ваших ребят Какие места заняли, где успели побывать? Наши ребята выступают по всей России Последний месяц это были поездки Ростов, Краснодар, Анапа, Москва, Питер Также у нас, мы гордимся нашими ребятами Которые на Кубке мира в Китае год назад Заняли второе место Также у нас ребята месяц назад Стали финалистами чемпионата России Двигай, партнерш Двигай, двигай Семь, восемь Раз, два, три, четыре Самый быстрый и веселый танец европейской программы Это квик-степ В переводе быстрый шаг Давайте попробуем Давайте Первое базовое движение называется четвертные повороты Становимся в диагональ Руки так же, да? Или прямо? Давайте руки опустим вниз Спинку вытянули Шею тоже вытянули И начинаем с правой ноги вперед И слоу Квик-квик Дальше С левой ножки назад Два шага И слоу Слоу Квик-квик Диагональ Слоу С носочка С каблучка Квик-квик Давайте еще раз попробуем Это мы сделали медленно А на самом деле Это будет гораздо быстрее А покажите, как быстрее Быстрее Наверное, я это повторю Просто хочу посмотреть Слоу Квик-квик Слоу Слоу Квик-квик Слоу Слоу Квик-квик Ну, примерно такой ритм Давайте Быстровато Достаточно быстро, да Поэтому и квик-степ И слоу Квик-квик И слоу Слоу Квик-квик Слоу Слоу Квик-квик Слоу Слоу Квик-квик С координацией у вас все в порядке Это радует Три, четыре, пять, шесть, семь Сила стопы Раз Каждый спортсмен – это история крымских побед И стремления, о которых следует помнить и знать С вами была Анастасия Бойко До встречи в эфире Субтитры создавал DimaTorzok